Вспомните начало Фонтейна. Как было интересно изучать новые локации, проходить сюжетку, а подводный мир захватывал невиданными в Геншине ранее пейзажами с необычной фауной. Всё это сопровождалось тем, что привлекает каждого больше всего – наградами в примогемчиках. Но вот прошло целых 3,5 недели, некоторые уже залутали в Фонтейне всё на 100% и ждут очередных примогемов. Долго ждать не придётся. Через 4 дня, 14 сентября, пройдёт событие «Наука о свете и тени». Продлится оно до 25 сентября. Для доступа требуется 20 ранг приключений с открытой статуей Архонта в Фонтейне. То есть достаточно по сюжетке Манштадта открыть доступ к остальной части карты Таевата и сразу пешком отправиться в Фонтейн. Испытания события заключаются в фотографировании определённых существ и пейзажей нового региона. Тут, правда, возникает вопрос – что насчёт камеры? Её дадут по заданию ивента, или всё-таки придётся посетить Льюэ, чтобы выполнить второстепенное задание на получение камеры? Если вдруг придётся посетить Льюэ, то NPC, дающий квест на камеру, находится в этой точке на карте. Фото-ивенты бывали и раньше, они всегда простые. Пришёл, сфоткал и готово. Этот раз не станет исключением. Максимально простые 430 камней истока за все фото. И на выполнение разработчики дают целых 10 дней, хотя пройти событие можно за минут 40, с учётом диалогов по квестам. А на следующий день после начала ивента, 15-го числа, пройдёт стрим разработчиков обновы 4.1. Кто-то ждёт от него только промокоды на 300 примагемов, а я – демонстрацию Ризли с Нивелетом, анонс годовщины и трейлер с датой выхода аниме по Genshin Impact. И ещё раз напомню, что в день стрима разработчиков я подрублю стримы на своём канале, чтобы вместе с вами заценить грядущую обнову. Ну а благословение Полой Луны за прошлый гайд на Фримене забирает Мирос. Жаль, Фримене как эпик персонаж – хороший дамагер. А чтобы принять участие в раздаче, думаю, вы уже знаете, что делать. Кстати, беру Луну я по сниженной цене на Genshin Drop. Уже давно без кейсов и никакого скама. И там тоже проходят раздачи, в которых можно участвовать бесплатно. Если надумаешь, то ссылка в описании. И последнее событие – актуальный обновы 4.0. Начинается 18 сентября, продлится по 25 сентября. Но уже без примагемов, потому что это разлив артерий земли на удвоенные награды, собственно, с артерий по 3 раза в день. А дальше только следующая обнова 4.1, примагемы за технические работы, ну и конечно же годовщина. От которой лично я жду больше не примагемы, а выход аниме. Где, надеюсь, раскроют сюжет войны архонтов. Раз анимацией занимается студия, подарившая фейт, границу пустоты, клинок рассекающий демонов и не только. А у Хайверс достаточно весомый доход с продаж, и они способны обеспечить зелёной бумагой аниматоров. Намекает это всё на то, что экшн-сцены войны архонтов будут неимоверно сочными. И посмотрев прошлогодний тизер, можно сказать, будто у Фотейбл хотят подвинуть комикс Вейв с позиции самой красивой по картинке студии. Но, пожалуй, лучше занизить ожидания от грядущего стрима разработчиков. Вдруг трейлер не покажут или дату выхода аниме Геншин Импакт не анонсируют. Будет грусть и печаль. Поэтому давайте настроимся на стандартную годовщину с 10 крутками и поздравления Примогемами на почту. А уже потом будем радоваться и удивляться, если покажут больше и награды будут сочнее, чем ожидалось. Ну и на этом... ПОКЕДА! 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 Субтитры создавал DimaTorzok